Вопрос, если человек совершил полуак в состоянии храма, то какие искупительные действия он должен совершить? Говорит в этом вопросе несколько мнений. Первое мнение, большинство ученых считает, что он должен принести в жертву животное. Базана имеется ввиду верблюд, то есть должен принести в жертву за это одного верблюда. Это мнение пришло достоверно от Ибн Аббаса, то есть как фетва от него. То, что он сказал, если человек совершил полуак во время храма, то должен принести в жертву верблюда. Говорит, это первое мнение в вопросе. Далее, второе мнение в этом вопросе. То, что человек должен принести в жертву верблюда, но если не найдет верблюда, тогда должен принести в жертву барашка. И это мнение Суфьяна Саури, а также Исхата. Третье мнение в этом вопросе. Если он совершил полуак до стояния на горе Арафат, то он должен принести в жертву барана. А если совершил полуак после стояния на горе Арафат, то он должен принести в жертву верблюда. И это мнение кого? Мнение ханафитов. На Ами такое деление, нет на него довода. До Арафата, после Арафата. То есть нет конкретного довода, который бы указывал на подобное деление, которое привели ханафиты. Арабия. И четвертое мнение в этом вопросе. Этот человек должен просить прощения у Аллаха и приносить ему свое покаяние за свое деяние. И не обязан приносить в жертву верблюда. И это мнение Ибн Хазма, которое озвучивается или приходит в его книгу Аль-Мухалла. И это мнение выбрал также Ибн Аш-Шаукани, как оно приходит в книгу Саэль Аль-Джаррар. Значит, довод, привернитель четвертого мнения какой? На то, что человек не должен принести в жертву ничего, кроме того, что он должен просить прощения у Аллаха и совершать то бы ему. И довод, привернитель четвертого мнения заключается в том, что они говорят, не пришло конкретного довода от пророка, салаллаху асаляма, никакого контекста, чтобы он приказал такому человеку приносить в жертву верблюда. А раз так, раз отсутствует контекст, то человек не должен приносить ничего или никого в жертву, но должен просить прощения у Аллаха и приносить ему свое покаяние. Что касается привернцев первого мнения, то они опирались на то, что в этом вопросе есть ветва от сподвижника, от Ибн Аббаса, о том, что в этом случае необходимо принести в жертву верблюда. И это первое мнение кажется более правильным. Почему? Потому что тогда, когда отсутствует в вопросе какой-либо контекст, но присутствует фетва от сподвижника, то более верным является взяться за эту фетву и поступать в соответствии с ней и выдавать фетву также в соответствии с фетвами, которые выдавали сподвижники.